Живые ангелы Это образ жизни Вечные невесты в черном Войны, сражающиеся Сами с собой Почему, чтобы спасти мир Нужно от него отречься Жизнь в монастырских стенах Исповедь монаха Слова песни действительно стали пророческими Как оказалось, ему и вправду хорошо быть одному Идет вот замкнутое пространство Человек живет в замкнутом пространстве И вот каждый день, каждый день Наворачивается такое иногда Что такое впечатление, что разорвется Вот эта вот Черепная коробка разорвется На пике славы лидер группы Табула Раса Олег Лопоногов Отрекается от концертов Поклонниц денег Да и от города И уходит в монастырь В монастыре принято молчать больше Мало говорить Вот день, два, неделю помолчите А потом подсознание начинает заявлять о себе То тебе надо противоположный пол срочно То выпить хочется То на кого-то разозлиться непонятно за что И вот борьба начинается у человека Именно с самим собой Война с самим собой намного сложнее Намного, ну, это считайте битва насмерть Монахи, да, прежде всего, воины Христовы И мы даже, видите, мы даже и одежду, скажем так, носим Как воинство, только духовное Нам положено ходить Не положено ходить, скажем так, вне одежды Так же самое, да, как и военному И распорядок, и обязанности Отец Герман просыпается раньше всех И будет остальных Одно из его послушаний, то есть обязанностей Каждый раз перед службой звонить в колокола Оставать приходится раньше, чем все Потому что нам нужно успеть подняться на колокольню Привести себя в порядок Вот тут как поднимается Внизу вроде ветра нет А здесь такой ветруган И это единственный минус На колокольню Очень холодно Даже зимой от накрещения Приходилось озвонить мне То до того холодно, скажем так Что глаза, скажем так, слезами заливаются Борода покрывается именем, замерзает И чтобы уходить как-то продержаться То приходилось одевать кулек Но вот одевал полностью такой большой Поверительный кулек Прорезал прорези для головы, рук И только тогда, скажем так, смог сейчас здесь продержаться Говорит, сейчас весной, еще по-божески А зимой бывает совсем не в моготу Все-таки высота не шуточная 50 метров И все в снегу Лично у меня, допустим, дедушка и бабушка Они очень против, чтобы я здесь находился в монастыре Но я их за это не осуждаю и понимаю Парень с детства в монастыре Сначала приезжал на школьные каникулы На месяц-другой А потом и вовсе решил остаться навсегда О своем выборе не жалеет Любой, скажем так, вот этот алкоголь Женщины, сигареты, все грех Скажем так, и причем, если так разобраться Грех, который причиняет вред душе и телу Прежде всего, да, сигареты Вроде мы, ну кто получает, если разобраться Какое действительно получается удовольствие Мало мы получаем удовольствия, да Вредим себе, своему здоровью Прежде всего и вредим душе Так же самое или там алкоголь Если хорошо поглядь, что не болит голова То есть это грехи Ну Каша гречневая, чеснок дикий И соленье Чеснок, компот, чай Фито-чаи, травяные все Хлеб белый, черный Собственные выпечки Это нужно попробовать Вы попробуйте, вы поймете Разницу Мирского хлеба И хлеба выпеченного В монастыре Кроме хлеба, на кухне еще изготавливают Пряники и собственный квас На столах сплошь постное блюдо Послушник Виталий приезжает пожить в монастыре И поработать поваром лишь на несколько дней Говорит, любит готовить Хотя профессия в миру у него совсем иная По профессии я бортинженер Гражданской авиации заканчивал Московский институт гражданской авиации Был курсантом И за 43 года прошел большой путь Разной профессии Разных взлетов падений Агрессивной среды И всего-всего Много-много-много-много другого Вообще в стенах монастыря Слишком многое похоже на армейскую жизнь Вместо утренней зарядки молитва Послушание словно наряд на работу Разговаривать, например, с журналистом Можно только после благословения настоятеля Это как с разрешения командира Да и обед точно по расписанию Только трапезой называется В монастыре есть тот, кому разрешено не соблюдать пост В его рационе есть и рыба, и мясо Орел Кузя, неофициальный символ поселения 15 лет живет в неволе В свою очередь здешние монахи Отказываются от мирской жизни Наоборот, чтобы волю обрести В основном пишут с просьбами о помощи С просьбами о помощи Любой Вплоть до того, что просим прислать сало Представляете? Сало, просто люди кушать хотят Послушнику Александру пишут из неволи Заключенные в основном просят продуктов, белья, таблеток и даже денег Но вот редкое письмо, в котором просто хотят пообщаться Пришло из Луганской области Я нахожусь в заключении Ранее был осужден пять раз Сейчас получил девять лет за разбой Половина срока уже позади То есть это у него шестая судимость Это очень серьезный случай Насколько это серьезный случай, он уж точно знает Сам ездит по тюрьмам и убедился Церковному уставу все-таки трудно проникнуть за решетку Где свои правила и понятия Есть разный контингент, знаете И они говорят, что мы не будем причащаться из одной чаши С некоторыми, скажем так, опущенными То есть вот в этом проблема великая То есть из одной чаши мы причащаемся из одной чаши все А там нет, там невозможно это По своим таким причинам тонким И во-вторых, не допускается вину Не стали лишения свободы Причастие же на вине делается В монастыре он только год Убирает в церкви, высаживает картошку Читает на клиросе А за сорок лет мирской жизни Девять успел и сам отсидеть Две судимости у меня Вот Как-то так, одна за одной Ну и такие нелепые, бестолковые Честно сказать Вообще ни за что, в общем-то Знаете, ну первый раз там Ну вот Последний раз Мне сказали, что я ракетирую Что я вымогал деньги там и так далее Хотя я просто помог получить долг Один человек, второму должен был денег Этот обратился ко мне, говорит, помоги Потому что он не должен, знаете, чтобы взаиморасчет Я получил журналистское образование В Москве учился, работал переводчиком в российском агентстве Вот И так получилось, что вот карьеру я не сделал в области журналистики И вот пришел в монашество У кого из монахов не спроси, как вы попали в монастырь? Ответ один, словно под копирку Это не я пришел, меня Бог привел Никаких личных историй и лишних слов Только молитва и покаяние Так получилось, что первая моя статья была о церкви Я не почувствовал того, что я могу что-то сказать Вот, а я был как пустой Вот, и поэтому я посчитал нужным еще расти Расти для того, чтобы мочь что-то сказать Престижный диплом, хорошая работа, высокая зарплата Таких парней называют завидными женихами Но получилось иначе Обет безбрачия и полный отказ от всего мирского Самые важные новости нам в любом случае сообщат Вот приезжал епископ и рассказал нам о землетрясении в Японии О войне в Иране Вот, самые важные новости все-таки нам сообщаются От Олега не было новостей несколько лет Он периодически жил в деревне, а иногда в землянке с монахами Как настоящий отшельник Я занимался в монастыре в основном рубкой дров Ну, я и люблю дрова пилить и рубать Мне действительно нравится Такое вот послушание Я в одном монастыре жил и в другом монастыре То же самое, приблизительно такое же послушание было В первом монастыре меня единственное, что допекало комары вот такой величины Эти комары, их очень много Ну, комарики, их много действительно К вечеру вот такие, вот они слетаются, вот такие Или вот такие вот даже Избегая долгое время публичности Все-таки навсегда отказаться от светской жизни Олегу не удалось В душе монаха победил музыкант Мне, например, очень сильно через два-два с половиной месяца Настолько сильно захотелось музыку слышать, к которой я привык Ну, современная музыка Что я прямо, ну, прямо я не знал, что делать Я там себе подмурлыкивал под нос А потом, когда приехал домой, включил магнитофон Так меньше, вдруг бац, оно мне не так уже интересно Устав женского монастыря от мужского практически не отличается Разве что у сестер меньше физических нагрузок, чем у братьев Большую часть времени шьют, создают иконы, восстанавливают старые книги и поют Игумене Серафима живет вместе со всеми Причины, которые приводят человека в монастырь, бывают самыми разными И не обязательно эта несчастная любовь, личная трагедия У большинства людей распространено мнение, что монастырь, молодежь толкает именно это Я бы сказала, что процента два Обычно такой девушке, я говорю, приходите завтра И если у человека нет твердое желание, она завтра не приходит В монастырь, как правило, приходят девушки из церковных семей, которые хорошо знают Каноны православия, которые выросли в церковной среде, в Бога горячо веруют и хотят искренне Богу послужить Даже в стенах женского монастыря без мужской руки не обойтись Однако постоянное присутствие рабочих, кажется, не слишком смущает тонкую монашескую душу Отсюда до Дерибасовской несколько кварталов, а до моря пять минут ходьбы И получается, женский монастырь расположен в самом центре Одессы Монахини сначала пугались туристов и пляжников в шортах, а потом привыкли к такому соседству Все-таки от мирской жизни даже заборами не отгородиться Пока подруги обсуждали парней, бегали по дискотекам и выбирали платья на выпускной Она уже мысленно облачилась в черное Сразу после школы примерная ученица Катюша стала послушницей Екатериной Мне много чего интересно, много чего хочется Приходится себя ограничивать, вот даже тоже театр Люблю музыку, люблю, но не все для души полезно И гонишь от себя это Театр это же лицедейство, люди прикидываются, притворяются Это все не нужно В монастыре она уже 13 лет, теперь Екатерина одна из самых искусных создательниц икон А икон это сплошная символика Сейчас покрывает лаком лики чудотворцев А за последние годы даже звонарскую технику освоила Можешь ли пользоваться косметикой? Нет, в индустрии не пользуюсь косметикой Вот это вообще считается, зачем искажать образ, который тебе дал Бог Красить волосы? Да, нельзя И не показывать даже волосы свои То есть хвостики не положено, там где-то выглядывать, чтобы были хвостики Нас никто не любит сниматься, я тоже не люблю За послушание Монахи не выходят в город только по надобности, например, что-то купить Разговаривают мало, в глаза стараются не смотреть и быстро отводят взгляд Но Екатерина решилась рассказать, что ее привело в монастырь Я вот так вот сейчас анализирую уже в последнее время И думаю, что же меня все-таки сподвигло на такой шаг Вот, наверное, действительно болезнь Все-таки я была больным человеком И училась на дому по болезни своей Вот, и, наверное, это все-таки как-то Я понимала, что мне искать вот в этой жизни То есть вам не нравились семьи детей? Ну так, что прям вот я хочу детей, и такого не было, конечно Когда я решилась на этот шаг Взять пострики, иначе-то Я же понимала, что все Бывает, что сестра поступает в монастырь совсем молоденькой А годам 30 у нее возникает такое желание И она, бывает, и уходит в мир Поживет, возвращается Кто-то семью так и заводит Кстати, как правило, такие семьи не очень устойчивы И мало толку от этого опыта Семейной жизни монаха Не очень ладится Полностью отказавшись от всего однажды Некоторые не выдерживают и стараются вернуться к обычной жизни Конечно, насильно никого не удерживают Но уход считается большим грехом Конечно же, это грех Так делать нельзя Но мы понимаем, что небо человеческое порой превозмогает И мы отпускаем таких сестер Конечно же, со вздохом Но, тем не менее, не проклинаем их Не делаем из этого большой трагедии Вы знаете, те, кто принял же монашество и уходит в мир Все равно монахами остаются Вот они одевают мирскую одежду Пытаются войти в мирскую жизнь Но, поверьте, монах в миру Не может себя сбросить Креста своего монашеского Его видно все равно А вы что любили одевать, когда в миру жили? Платье Обыкновенное платье Разных цветов разных размеров Когда пришла в Божью обитель Она и сама уже не помнит Где-то сразу после Второй мировой Жить в монастыре – это не профессия Но в Советском Союзе Монахиня Херувима попала под сокращение Пришлось снова уйти в мир С нами никто не церемонился Подходила машина, нас вывозила Мы не знаем, кто нас выгонял А когда монастырь разогнали, вы куда ушли? Домой Я в Днепропетровск ушла 30 лет мирской жизни для нее стали изгнанием и испытанием Но соблазнам и искушениям не поддалась Поступила на работу На автозавод сразу И работала себе, по-моему У меня был станок такой Какую-то деталь Уже Она в форме Только ее полировать Или как Сначала стружку снять, а потом полировка Не очень сложно Такая работа Выгнали всех, а корпуса переделали Под лечебницу для туберкулезников В новом строе места для религии не было Ее заменила правильная идеология И только в конце 80-х монастырская жизнь начала восстанавливаться Потому что мы еще пришли То я вот уже жила в келье А эти больные И в том доме еще Заходили там То покурить, купить Что-то такое А когда открылся монастырь Опять Все сюда переправлялись Одному, по двое Пообщаться со схимницей уже большая удача Но схимонахиня Херувима даже показывает нам святая святых Свою келью Это я, это моя мамочка Это батюшка Это наши тоже сестры Одна, другая Схимница по церковному Это фактически живой ангел на земле Она носит специальную одежду Ведет аскетический образ жизни И почти не разговаривает Только молится Четко это напоминание О молитве Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй меня, грешен Перекрестился И вот так иди Вот на каждую косточку молитва Господи Иисусе Христе На 10-й Пресвятая Богородица, спаси нас Царица Небесная укрепи нам всех нас Но пекаров еще больше Потому что тяжко Очень тяжко Скло духовки Очень А попробуйте И викинуть Противень И назад его И перевернуть Чтобы не пригорела Пасочка Правильно? Пригорит пасочка Вже будут дивиться А че она пригорена А то не захочем взяти А че не допеклася Правильно? Правильно Самое ответственное Это спекти Страстная неделя Перед Пасхой Горячая пора на кухне В женском монастыре Пекут куличи Рецепт держат в секрете Должны приготовить 5 тысяч штук Не только для себя Сколько стоит у вас Ну мы дивимся Как людина Какаясь пришла Бедная И она хочет Купить его И в ней Не мое То мы ей так Даем А богатым? Ну а богатый Как мы скажем Цену 20-30 гривен Кибача цена Для богатых Тоже нет Это же великий труд Правильно В мужских монастырях Именно перед Пасхой Послушники Чаще всего Принимают постриг Странное состояние Очень странное состояние Это Семеночный спал 4 часа утра Вышел Молился Здесь Фактически Так Это говорит о том Что мы Вот официально Как бы Отрекаемся От мира Александру Торжественно Вручают подрясник И пояс Теперь по всем канонам У него Ни дома Ни улицы Его адрес Монастырь Наша прическа Наша борода Наш внешний вид Это все Внешнее подтверждение Отречения от мира Ухода Из мира И приход В святую обитель Ведь говорят Ушел в монастырь Это неправильно Уходят из мира В монастырь приходят Боже Да мне Капельку Лета Мне бы Домой Возвратиться Скорей Олег Домой То есть В мир Вернулся Теперь Снова Все по старинке Работа В студии Концерты И городская Суета Почему Вы тогда Ушли Из монастыря Потому что Во-первых Я был Ну и Не готов Тогда Ну как Еще родители Они не готовы Тоже к этому Были К такому Резкому Заявлению К тому же У меня Тогда была Любимая Девушка Ну это Как и все Люди Ищу Я человек Городской Ну в принципе Находясь В монастыре Он понял Что Последнего Слова Еще не Сказал Много Альбомов Не написано И песен Не исполнено Что его Вдохновило Одному Богу Известно Субтитры Субтитры